что если обещаешь что-то сделать божественно это обязательно нужно выполнять потому что это становится обетом и это потом если не выполнить проблема трума пятый день до сегодня 4 5 день недели уже чувствуется окончание недели уже хочется прям реально шаббат быстрее чтобы наступил кому хочется шаббат шаббат это вообще прекрасный день у меня есть один знакомый он шаббат не соблюдает пока да он еврей но шаббат не соблюдает но он идет в этом направлении да то есть он выделяет этот день семьей старается его проводить там как-то он его выделяет но не соблюдает как правильно соблюдать и вот он у него наступило переутомление он очень много работает почему люди шаббат не соблюдают по большому счету они думают что они в этот день должны работать то есть мне не понимают как я могу один день посвятить богу и зачем то есть и у них ощущение тревоги что они как будто бы что-то у себя чего-то себя лишают да в своей работе там какой-то звонках и так далее и вот значит у него в какой-то момент наступило переутомление и он уехал с женой он говорит первый раз там за несколько лет уехали они в отпуск да на буквально на неделю они поехали куда-то там отдыхать и вот они он такой работяга работа все время в работе в работе и вот он через неделю приезжает вообще свежий такой прям у него столько идей дела пошли там все он мне говорит вот видишь я отдохнувший вообще другая жизнь я могу а кто тебе мешает каждую неделю таким быть каждую неделю один день ты отключаешься с пятницы заход солнца до суббота выход звезд и ты один день просто отключаешься и ты прямо зависаешь в этом духовном пространстве и ты вечером вкусная трапеза пошел кому-то в гости или пригласил кого-то в гости да или даже сам себе накрыл никого нету свечи горят 2 2 булочки положил прочитал стакан кедуш над стаканом вина выпил стакан вина съел 2 булочки какой-то салатик и открываешь какие-то книги такие святые да и читаешь или там обсуждаешь недельную главу и вообще кайф кайф потом значит лег поспал отдохнул утром проснулся помолился потом опять 2 булочки стакан вина значит кедуш съел булочки и челанд горячие свечи оставил на я помню когда начинал соблюдать шаббат я же не знал еще всех тонкостей я знаю только что в шаббат готовить нельзя но нельзя готовить надо готовить заранее так что я брал я оставил кастрюлю на на огонь я еще тогда не знал что даже на огонь открыты тоже нельзя но я с вечера ставил кастрюлю на огонь делал маленький маленький огонечек насыпал в кастрюлю я тогда особо не готовил высыпал туда риса много кидал туда курицу наливал много воды размешивал сыпал каких-то специи все и она на маленьком маленьком огне стояла стояла вода постепенно вытепала 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 и получалась такая каша рисовая с курицей очень вкусно кстати было и утром эту горячую кашу с курицей я значит выпивал стакан вина две булочки каша с курицей читал святые книги выпивал стакан еще чего-нибудь там виски или еще чего-нибудь и значит и ложился спать и спал до конца шаббата уже прекрасное время просыпаешься потом отдохнувшись что в мире как там ничего не изменилось ну там что-то изменилось по мелочи но так чтоб вот я уже сколько лет соблюдаю шаббат чтобы принципиально что-то в мире изменилось из-за того что я отдыхаю ну такого не было в помню в год год назад как раз вот год назад в шаббат у меня отец умер ушел вот это было самое то что для меня яркое такое изменение за последние 23 года что соблюдаю шаббат а так в принципе больше ну за 24 часа что может измениться хорошо значит мы читаем сегодня пятый день недельной главы трума мы дошли уже до того что сегодня нам рассказывается о том как а значит смотрите вначале сделали ковчег да святая это как бы самая святая часть мешкана мешкан это скине переводят на русский это шатер мешкан это шатер как передвижной храм да это то место которое всевышний сказал вайку ли трума и возьмите мне трума и постройте мне дом в котором я буду пребывать и значит дальше он описывает какой-то дом начале должно быть место коробка два с половиной метра на полтора два с половиной локтя на полтора локтя значит на на локоть это был ковчег то что называется золото снаружи деревянная коробка золото внутри крышка золотая над ней стоят крови мы и в этот ковчег нужно было положить скрижали которые на который всевышний записал 10 заповедей это как бы это суть этого ковчега самое святое место дальше рассказывается нам какие вокруг был минора минора это светильник до храмовый семисвечник такой дальше стол на которой были хлеба клали такой стол и будет еще жертвенник для воскурения это три самых главных таких предмета вокруг вокруг ковчега дальше идет дальше идет значит как как стиле человека да идет такое пространство 30 локтей на 10 локтей значит такие столбы 10 локтей высоту локоть это вот вот локоть ну допустим чтобы легче было читать 50 сантиметров сверху идет три покрытия три покрытия идет значит сверху ну мы читали уже не буду повторять три покрытия идет теперь значит и вот сейчас нам рассказывают о том в россии то порохе тхэлит варгаман в это ладж они вышеш мажзо значит сделаешь внутри занавес масса хошев это будет действие значит специальное такое как как это сделать там нитка каждая на из шести состоит не так там ночью очень все было это это как бы с одной стороны это модель человека с другой стороны это модель всего мироздания и там каждый элемент он соответствует чему-то в этом мире в котором мы живем и чему-то в теле человека и значит нужно было соткать эту порог это она была 10 локтей на 10 локтей то есть она была 5 метров на 5 метров и с каждой ее стороны был разный рисунок представляете и значит зачем она нужна была дальше нужно было поставить 4 столба покрытых золотом и на эти столбы сделать крючки золотые значит а подножия этих столбов серебряные то есть представьте себе вот значит вот этот вот стоят большие столбы полтора полтора локтя шириной квадратные такие столбы 10 локтей высотой 5 метров высотой и эти столбы вот так стоят 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 огораживают такой прямоугольник 30 он будет 30 в длину локтей до 30 локтей в длину 15 метров в длину и 10 локтей в ширину теперь нужно было не посередине а оставить 20 локтей и 10 локтей вот нужно было поставить эти четыре столба вот так вот чтобы получился квадрат такой 10 на 10 локтей 5 на 5 метров и куб получается куб 10 локтей высота столбов 10 локтей между ними такой получается куб и вот нужно было завесить этим этим порог это массах такой да как ну представьте висит такой ковер грубо говоря 5 на 5 метров и вот этот вот ковер вот туда за ковром получается комната 10 на 10 куб такой это кодыша кадашим это святая святых и вот в эту кодыша кадашим туда ставится только ковчег да тут написано так значит туда поставки только ковчег и и будет отделять вот этот занавец между святая святым святых там где стоит ковчег и между остальной частью которая у нас остается 20 локтей ее длина 10 локтей ширина 10 локтей высота и а значит вы сам-то и вот в ту часть которая 20 локтей до длиной поставишь туда шухан вот этот вот минора светильник и значит и рассказывается как поставить эти три предмета и сделаешь массах лепетах оль тхелит в эргаман и сделаешь этот массах этот экран не экран а как же сказал отделяющие не массах вообще это экран занавес занавес сделаешь этот занавес отделяющий вход в шатер этот шатер он будет хелит это синий цвет аргаман бордовый цвет то лучше не алый цвет в шешмазор и там будет еще вот это шешмазор я не знаю как переводится и это будет масса роком масса роком это там будет выше то то есть есть когда ткут одна сторона выглядит один по одни рисунки другие другие а когда вышивают с двух сторон один и тот же рисунок значит здесь говорится о входе в это во все сооружение то есть получается что представьте какая вообще красота была да вот если увидеть этот конечно я блинедор я найду сейчас прямо после урока найду изображение я его в наш телеграм-канал воикра там где сейчас идет трансляция я его туда сделаю туда и фильм найду сейчас и картинку чтобы вы видели как это красиво было я сейчас вас ну как 3d компьютерное восстановление как это красиво было но давайте разберемся как это было то понятно а для чего это было почему это так важно этот дом почему это так важно чтобы в этом доме было кодыша кадашим какое-то отношение святая святых вот это вот самое место какое-то отношение имеет вообще к нам и как мы можем это использовать как мы можем это понимать значит всевышний сказал построить вот этот дом ему а значит есть сравнение такое да приводят сравнение чтобы нам было понятно что вот есть царь да есть царь и он отдает свою дочку замуж отдает дочку замуж за другого царя и он этому другому царю говорит слушай говорит я дочку свою так люблю и я хочу с ней общаться поэтому ты мне построй построй мне дом гостевой я же тоже царь и я тебе даю свою дочку построить мне гостевой дом чтобы я приходил в этот дом и я буду у вас жить какую-то часть года я буду уложить примерно так всевышний сказал что я значит даю тору и мне нужно место в этом мире в котором я буду пребывать то есть это такое соединение как даже не соединение это проекция всевышнего в этот мир всевышний это творец мироздания всевышний это интересно что это очень сложно представить вот энштейн который отличался огромным воображением которые у него было воображение очень сильное он говорил что я возможно могу я могу поверить вот в эту общий высший разум организующую эту силу которая создала мироздание вселенная то есть тут в принципе поверить в эту в это можно да то есть человек который представляет себе модель мироздания в любом случае все ученые переученые там профессора академики все когда речь заходит о мироздании все блуждают фантазия то есть как бы все они а я думаю что так этот хоптинс такой был кривой который ну он не может двигаться он там глазом наморгал я я вижу вот так ну хорошо ты видишь вот так а другой видит по-другому а у дарвина была третья теория то есть когда речь идет о зарождении вселенной о том что было там миллиарды лет назад до а звездах а что дальше тогда можно ли туда дальше заглянуть все блуждают фантазиях и вот он что я говорил что я в своих фантазиях могу доблуждать до того что есть сила которая сотворила это мироздание и греческие философы тоже самое все говорили это как бы понять можно но то что эта сила которая сотворила мироздание тот кто его сотворил он лично со мной будет разговаривать ему важно что буду соблюдать заповеди ему важно что вообще я что-то делаю вообще ему важны и вот эти вот людишки эти вот бактерии которых 8 миллиардов ползают по земле и которые сменяются каждые 70 лет вот это вот небольшое напыление такое на на вот этот вот летающий шарик который сам по себе является пылинкой во всем этом во всем мироздании что тому кто сотворил мироздание еще важен вот этот вот вот эта пыль вообще да это говорит Эйнштейн я вот это я понять не могу как-то ну действительно это сложно понять но понять сложно а а поверить можно потому что понимание это как мы учителя равыска Зильберзе хроноцидек левраха он говорил так он говорит вы знаете говорит ну невозможно же объяснить котенку как устроен самолет боинг это нереально котенок не поймет как ты не старайся котенку объяснить устройство боинга его мозг он не в состоянии это принять точно так же человек когда пользуется своим мыслительным аппаратом который сформирован через предметы которые наполняют этот мир как человек учится думать и говорить ему показывают говорят там это это смотри этой вот видишь это там штучка это зелененький зелененький называется зелененький вот лишь зелененький там это кружочек кружочек то есть все мышление человека она сформирована на том что он видит то есть он что-то видит дальше он этому то что видит дает какое-то название и когда человек своим вот этим вот ограниченным интеллектуальным аппаратом пытается представить неограниченного Творца, и как Творец мог сказать, я буду говорить с вами между Крувимом, понятно, что человек не в состоянии это понять. Понять не в состоянии, а поверить может. Вот. То есть, весь вопрос в том, что какую модель взаимодействия с миром ты принимаешь. И дальше через нее ты начинаешь общаться со Всевышним. В общем, Мишкан, это было то место, которое Всевышний выбрал в этом ограниченном материальном мирке, для того, чтобы в нем проявиться, как дом Бога. Он сказал, я буду в нем пребывать. Да. Теперь дальше он сказал нам, значит, дал нам, например, вот эти вот Крувим. Он сказал, вот нельзя моего никакого изображения изображать, нельзя. Но вот этих два золотых сделайте вот так. Сделайте три от себя уже, это идолопоклонство. Сделайте сделайте серебряные и идолопоклонство. Сделайте там, я не знаю, Катичи можно сделать Крувим, кроме серебряных и золотых. Сделайте Крувим не в, не на ковчеге, а где-то в другом месте. Идолопоклонство. То есть, он нам дал интерфейс, который только вот такой интерфейс. Только вот так, как он объяснил. Только вот так оно работает. Причем, это нужно было сделать, чтобы не было там никакой примеси идолопоклонства во имя небес, Лишем Шамаем. То есть, это должно было быть не для какой-то своей цели, потому что тоже идолопоклонство. Я слушал очень интересный урок, почему царь Давид не построил первый храм, а его построил царь Соломон. Там есть очень интересное место в Танахе, когда царь Соломон, он говорит царю Хираму из Ливана. Говорит, я хочу у тебя заказать там кедры и так далее для материала и для храма. Мой отец Давид, он хотел построить храм, но он не построил, он все время воевал. И он его не построил. И есть объяснение, там Малбин, да, он объясняет, что зачем вообще царь Соломон это объясняет царю этому Хираму Ливанскому. Какая разница? То есть, почему царь Давид, ну хорошо, он воевал, и что, он же у него, было время после войн, во время войн, и так далее. Почему он не построил? И он там говорит одну очень важную вещь, Малбин, что когда Бог сказал строить мешкан, там есть очень важная фраза, построь мешкан во имя, во имя меня. То есть, должно быть чистое вообще вот это вот стремление построить этот мешкан только по одной причине, потому что Бог сказал его построить вот так. не для чего-то, а потому, что Бог сказал его построить, то есть, это как было после на Севы Нишма, сделаем, а потом будем разбираться. То есть, это как раз был вот этот акт веры и акт полного принятия божественной воли, когда ты говоришь, я сделаю, а потом буду разбираться, как делать, почему делать, какой в этом смысл. то есть, просто выполнение воли Всевышнего, потому что это воля Всевышнего. А царь Давид, он не мог построить храм, почему? Потому что у него было, у него было много войн, а известно, что когда ты построишь храм, то тогда войны прекращаются. И у него не могло быть это во имя Всевышнего, у него в любом случае было во имя себя. То есть, вот тут очень тонкая вот эта грань, когда ты служишь Всевышнему для того, чтобы получить, это тоже хорошо. То есть, на начальном уровне это просто прекрасно, когда человек начинает соблюдать заповеди, потому что у него проблемы. Так начинало соблюдать заповеди большинство людей. Как тревога, так до Бога. Есть у меня одна из любимых таких идей, что в падающем самолете атеистов нет. Вот нет ни одного атеиста, в момент, когда самолет начинает падать, все до единого начинают молиться, просить, плакать, Господи, помоги, потому что они понимают, что все, самолет-то падает. Поэтому, поэтому, когда человек начинает соблюдать, то у него в этот момент есть личная заинтересованность. Но у царя Соломона, который построил первый храм, у него не было личной заинтересованности. Он был один из самых богатых людей того времени. У него было, не было ни одной войны, был полностью мир. Он женился на всех окрестных принцессах, и у него был мир со всеми странами. Было богатство, мудрость, такой золотой век был. И он тогда, он строил храм именно во имя Всевышнего. И это очень большая, высокая ступень, которую, в принципе, надо иметь где-то в виду. На нем можно как бы настраиваться, что когда-нибудь я буду строить во имя Всевышнего. И весь этот вот то, что мы изучаем Мишкан, для нас, кстати, интересно, что когда мы изучаем Мишкан, оно же вроде бы не имеет никакого практического применения. Вот это и есть высшее служение Всевышнему, когда ты учишь Тору во имя Торы. То есть я все время пытаюсь какую-то взять для себя пользу, чтобы было лучше, чтобы было там и так далее. То есть я очень практичный человек. И я сто процентов знаю, что жить по Торе это правильно, это добро, это отношения, это совершенно правильные святые законы. Если ты их соблюдаешь, у тебя все будет хорошо. Но вот этот момент служения во имя небес, во имя, просто во имя Всевышнего, он присутствует только если ты учишь Тору вот те вещи, которые казалось бы непрактичные. Как устроен Мишкан? Нет уже Мишкана. То есть это в пустыне его построили и только он был в пустыне, потом зашли в Израиль, а потом, когда построили первый храм, то это уже было неактуально. Царю Соломону было пророчество, каким должен быть первый храм, оно уже было другим, чем то, что мы сейчас изучаем. Но вот когда мы изучаем именно в Торе те вещи, которые для нас неактуальны, а мы изучаем, потому что Бог сказал изучать, вот это вот как раз высшее служение. Все, всем прекрасного дня, чтобы Всевышний все равно в заслугу того, что мы стремимся к нему и стараемся выполнять его заповеди, учим Тору, чтобы он нам дал очень хорошее благополучие, и чтобы это увеличило наша благодарность Всевышнему, чтобы мы старались, все, что мы получаем хорошего, нужно вернуть миру в десять раз окружающим людям, в благодарность Всевышнему. То есть, каждый раз, когда ты что-то получаешь, как царь Давид говорил так, «Тен ломи шило», дай ему Богу из его, «Ки ата вышелха шило», что все, что у тебя есть и ты сам, это его. Поэтому, когда ты что-то получаешь, нужно стараться больше отдать, потому что Всевышний когда дает каждому из нас этот день, как минимум, чтобы мы благодарили, радовались и помогали другим людям. Все, всем прекрасного дня, и чтобы было это и чтобы я поддерживаю, говорю омень на все ваши молитвы, за ваших близких, чтобы за вас, чтобы кому надо жениться, чтобы вы женились, кому надо здоровья, чтобы было здоровье, и самое главное, чтобы все мы приближались ко Всевышнему и выполняли его волю. И тогда закончится война, не будет землетрясений, будет рай на земле. Все, всем удачи, успехов, до завтра.